добрый день друзья меня зовут александр я приветствую вас на проекте строй и живи после того как мы закончили межэтажное перекрытие мы приступили к возведению стен второго этажа друзья мои предлагаю вам посетить мой бесплатный вебинар об ошибках при строительстве каркасного дома там ошибки мы разделим на две группы то есть грубые ошибки которые фатально влияют на результат вашего строительства и перечеркивает полностью абсолютно все затраты и вторая группа ошибок которые не смертельные но все равно сильно ущемляют ваши финансовые возможности при строительстве дома и так до встречи на вебинаре для того чтобы его посетить регистрируйтесь по ссылке в описании к этому видео до встречи мы успели сделать за 5-6 дней рабочих мы собрали стены внешние второго этажа и внутренние рассказывать подробно про них я не буду они абсолютно такие же как на первом этаже единственное что высота потолка здесь будет два с половиной метра на первом этаже было 270 здесь два с половиной отвечая на самый распространенный вопрос который мне задают в комментариях под нашим видео почему вы не умеете оформлять оконные дверные проемы объясняю еще раз хотя уже много многократно об этом говорил что строимый каркас по скандинавской технологии он отличается от американской или канадской технологии в том отличие заключается в том что здесь не устанавливаются ригели над каждым проемом он устанавливается один на протяжении всей стены на протяжении всей стены врезается абсолютно во все стойки вот он несущий ригель который принимает на себя всю нагрузку сверху и передает ее через стойки на обвязку на фундамент в таком случае не нет необходимости делать сдвоенные стойки и делать дополнительные ригель над оконным проемом почему мы так делаем может быть зададите вопрос для того чтобы уменьшить мостики холода которыми являются любые стойки в каркасе это мостик холода который передает тепло из дома наружу для того чтобы сократить количество и площадь этих мостиков холода мы убираем 2 сдвоенные стойки и добавляем один несущий ригель этот несущий ригель не является полноценным мостиком холода как сдвоенные стойки почему потому что его толщина всего 50 миллиметров а толщина стойки равна толщине стены и это есть мостик холода на этих стенах также как и на стенах первого этажа у нас основным элементом еще раз повторюсь несущий ригель стойки толщиной 150 миллиметров шириной 150 миллиметров толщиной 50 миллиметров и диагональные раскосины которые врезаются в каждую стойку такие диагональные раскосины мы устанавливаем на всех стойках которые свободно от оконных проемов если их более чем три штуки но три более есть также вопросы почему у вас такой острый угол у диагональных раскосин но есть разные примеры ну допустим на этой стене внутренней мы тоже установили диагональную раскосину и у него угол 45 градусов район и это действительно оптимальный угол для того чтобы раскосина выполняла свою функцию но бывают такие моменты когда вот например здесь между оконным проемом и краем стены всего две стойки ну как здесь не поставить раскосину естественно ее поставили естественно не угол не равен 45 градусов но это в любом случае лучше чем оставить этот пролет вообще без раскосина и так после того как мы подняли стены внутренние и внешние мы произвели как вы можете заметить двойную обвязку стен это двойная обвязка связала между собой внутренние и внешние стены в одно единое целое с перехлёстом после выполнения такой обвязки стены даже не посмеют двинца влево и вправо они четко и твердо стоят на том месте на котором мы их установили никаких подвижек после этого мы произвели монтаж чердачного перекрытия к этому перекрытию предъявляется гораздо меньше требований она предназначена только лишь для того чтобы на нем лежал утеплитель который будет утеплять дом сверху и для того чтобы по нему можно было спокойно перемещаться для монтажа кровли с этой целью мы установили лаги из доски 50 на 150 и уложили черновой пол из дюймовки после этого мы приступаем к монтажу стропильной системы но об этом следующий видеоролик а